Два теракта на ранней стадии предотвратил Комитет национальной безопасности с начала года. Задержаны 42 человека, они занимались экстремистской деятельностью, пропагандой терроризма. Такие данные озвучил Касмужимар Токаев. Президент принял участие в торжественном собрании по случаю 30-летия КНБ. Глава государства отметил усиленную работу спецслужб в борьбе с организованной преступностью. Органы нацбезопасности совместно с полицией нейтрализовали ряд особо опасных преступных групп. Усиленно ведется борьба с организованной преступностью. Задержаны 22 члена бандформирования. В результате изъято почти 700 единиц оружия, 54 гранаты, свыше 17 тысяч боеприпасов. За полгода в стране ликвидированы 15 нарколабораторий, 23 международных и 40 региональных наркоканалов. Обнаружены 3 наркоплантации. В рамках борьбы с международным наркотрафиком совместно с зарубежными партнерами реализовано 14 международных спецопераций. Кроме того, сотрудники КНБ задержали более 7 тысяч нарушителей режима границы и территориальных вод. Предотвратили незаконное перемещение валюты и других ценных товаров на 8 миллиардов тенге. Успешно отразили больше полутора тысяч хакерских атак. При этом такая работа не всегда на виду, сказал президент. Он отметил, что служба в спецорганах требует от сотрудников универсальных знаний. Для успешной реализации всех преобразований нам нужны современные спецслужбы, способные эффективно противодействовать любым угрозам. Органы национальной безопасности находятся на передней линии защиты национальных интересов и борьбы с нарастающими вызовами современности. Поэтому необходимо устранять проблемы еще на стадии их формирования, делая упор на аналитическую информационную разведывательную работу. Казахстан проводит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, направленную на укрепление глобальной и региональной безопасности. Поэтому крайне важно развивать продуктивное сотрудничество по линии спецслужб с государствами, которые являются союзниками и стратегическими партнерами нашего государства. Другим темам. Экс-главу департамента полиции по Владарской области Нурлана Масимова задержали при попытке пересечь границу с Россией, сообщает Антикорп. Чтобы скрыться от уголовного преследования, он использовал поддельные документы. Отвечу, Нурлан Масимов, который приходится двоюродным братом, экс-председателю КНБ Кариму Масимову, был снят с должности в январе после массовых беспорядков в стране. С апреля его разыскивали за совершение особо тяжкого коррупционного преступления. В результате оперативно-разысленных мероприятий 13 июля текущего года антикоррупционной службой совместно с пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Морзаханович. Больше полусотни человек подозревают в незаконном выводе из страны 440 миллиардов тенге. В их отношении заведены уголовные дела. О промежуточных результатах работы по возврату похищенных денег сообщили в пресс-службе правительства. Комиссия действует с февраля. Специалисты уже провели несколько налоговых проверок, собранную за три года информацию передали в агентство по финмониторингу. Помимо этого, сейчас проверяют банковские операции на 271 миллиард тенге. Напомню, возврат незаконно выведенного капитала из-за рубежа – это одно из поручений президента. Накануне о своей готовности оказать содействие заявили представители Евросоюза. По 50 лицам материалы переданы в органы внутренних тел по факту мошенничества. По 6 лицам – по факту репатриации в агентство по финансовому мониторингу. Личность данных физических лиц установлена. Среди них есть индивидуальные предприниматели, а также лица, которые не имеют отношения к этим переводам. То есть на данные лица, на подставные лица были оформлены такие переводы. Активы Нацфонда Казахстана в июне сократились на 2 миллиарда долларов. Связано это с падением цены акций, укреплением американской валюты и выделением трансфертов в республиканский бюджет, объяснили в Нацбанке. Отмечается, что в борьбе с инфляцией Центробанки многих стран перешли к самому масштабному повышению ставок за последние 20 лет. Высокие геополитические риски вызвали падение рынка акций в прошлом месяце. Кроме того, на фоне укрепления доллара подешевело золото. То есть произошло снижение портфеля золота. Что касается трансфертов, в июне в республиканский бюджет перенаправили почти 580 миллиардов тенге. Сейчас на счету Нацфонда почти 52 миллиарда долларов. Бывшего Акима города Кентау приговорили к 10 годам лишения свободы. Без права в последующем работать на госслужбе. Даурена Махажанова осудили за коррупцию. Согласно материалам дела он получил взятку 50 миллионов тенге от директора компании по строительству дорог. Наказание понесут и другие фигуранты дела. Одного из подельников осудили на год, второго на полтора. Приговор в законную силу еще не вступил. 120 педагогов без диплома учили детей в Алматинской области. Работали с липыми документами от национального педуниверситета в четырех районах и городе Тикели. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Сейчас проводится досудебное расследование. Но больше 40 учителей уже признали вину и попали под амнистию. Уголовные дела в их отношении прекращены. По остальным следствие продолжается. В Шемкенте началась массовая ротация директоров школ. 68 руководителей в новом учебном году сменят место работы. Это коснется почти половины школ мегаполиса, где директора не менялись по 15-20 лет. Управление образования уверено, за такой срок специалист может потерять мотивацию и желание развиваться. Кроме того, это создает определенные коррупционные риски. Управление уточнили, местами меняют лишь руководителей. Педагогический коллектив остается. Такая же ситуация и с детскими садами. Отмечу, ротация кадров должна пройти во всех регионах. В основном все директора школы на сегодняшний день пришли, ознакомились с уведомлением, взяли, подписались. И поэтому со стороны руководителей школ, я думаю, никакого претензия не может быть. Потому что если ты сильный руководитель, ты можешь в любой школе руководить, поменять свой стиль работы. И еще о школах. С этого года в казахстанских школах появятся профориентаторы. Их задача помочь учащимся определиться с выбором будущей профессии. Работать они будут с теми, кто учится в седьмом классе и старше. Об этом на полях неочередного съезда молодежного крыла партии «Аманат» Жастар Руха рассказал Вера Латукжанов. Заместитель премьер-министра встретился с делегатами и ответил на вопросы. Молодежь озвучила свои предложения. Они в частности касались развития юношеского спорта, производственной практики в вузах и поддержки молодых предпринимателей. Продолжаем выпуск. Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в следующем месяце может достичь 4 тысяч человек. Такой прогноз озвучила главный санитарный врач республики. По словам Айжан Несмагомбетовой, только за прошлую неделю число инфицированных выросло в 2,5 раза. Почти 70% всех случаев за сутки приходится на столицу и Алматы. По сути, в январе мы пережили почти больше 16 тысяч в сутки. То есть, в принципе, система сработала, нагрузка была большая, но в то же время не было то, чего мы наблюдали условно в июне 2020 года. Протокол лечения сегодня таких особых изменений не претерпел, потому что за весь период COVID-19 он у нас пересматривался больше 11 раз. И каждый раз он как бы адаптируется под лучшие мировые практики раз. И уже под опыт, который при лечении больных ковидом накопили мы сами. Те же самые лекарства, те же самые подходы, госпитализация со средней и тяжелой. Тем временем в мире выявили более 9 тысяч случаев обезьянь и оспы. Из них 1700 зарегистрировали в Германии. При этом эксперты прогнозируют рост. Несмотря на это, в стране не планируют отменять массовые мероприятия. Жителям предлагают получить защиту в виде вакцины. Прививочная кампания уже началась. Всего Европа закупила 110 тысяч доз препаратов. Их, в зависимости от эпидситуации, распределят между 27 странами, включая Норвегию и Исландию. Глобальная вспышка оспы обезьян очень нетипичная. Её поведение отличается от того, что мы видели раньше. Всё больше людей заболевают, и география стран расширяется. Поэтому нам нужно скоординировать наши действия, чтобы противостоять распространению оспы обезьян. Сейчас мы работаем, сообщая с экспертами, чтобы в короткие сроки разработать методы контроля ситуации. И ещё о событиях в мире. В Соединённом Королевстве начался первый раунд голосования за кандидатов на пост премьер-министра. За кресло главы Кабмина борются 8 человек. Среди них экс-глава казначейства, глава оборонного и внешнеполитического ведомств, а также младший министр по торговой политике. Подробнее о процессе голосования и о кандидатах расскажет Вероника Боярова. Это необычное голосование. Большая часть населения не обладает правом голоса. Начиная с сегодняшнего дня, законодатели от консервативной партии проведут несколько туров тайного голосования. Чтобы пройти первый, кандидатам нужно получить поддержку как минимум 30 человек из 350. После этого состоятся ещё несколько раундов. В результате должны остаться только два претендента на должность лидера. Их кандидатуры будут вынесены на всеобщее голосование членов партии Тори. Я думаю, в отношении этих выборов прозвучат много высказываний. В будущем будут длительные дискуссии и дебаты по этому поводу. Важно то, что мы достигли той точки, где сейчас находимся. И у нас есть чёткий план, чтобы выбрать лидера партии Тори. По данным BBC, лидерами по количеству голосов являются экс-глава казначейства Риши Сунак и младший министр по торговой политике Пенни Мордант. За ними следует Элизабет Трасс, которая сейчас возглавляет МИД страны. Выпускник Оксфордского университета Риши Сунак до недавнего времени занимал пост министра финансов. В этом месяце, после череды скандалов вокруг партии, он сложил полномочия по этическим соображениям, как и несколько десятков других чиновников. В случае избрания он, в первую очередь, будет бороться с растущей инфляцией. У меня есть план по восстановлению экономики страны. Нам необходимо вернуться к традиционным консервативным экономическим ценностям. Нужны честность и ответственность, а не сказки. Борьба с инфляцией, рост экономики и снижение налогов. Вот наша победа. Один из его основных противников, министр иностранных дел Элизабет Трасс, напротив, планирует пересмотреть ставку налога на бизнес. Если я выиграю следующие выборы, я сделаю все для британского народа. Все, что в моих силах. Я знаю, что лучшие дни для нашей страны еще впереди. Я тот кандидат, который может сделать твердый шаг в будущее и добиться перемен. Еще один потенциальный премьер – Пенни Мордант. К слову, это первая в истории Великобритании женщина-министра обороны. Сейчас она занимает пост младшего министра по торговой политике. Ее предвыборные обещания – это повышение уровня жизни населения и укрепление экономики. Возможно, Борис Джонсон ушел раньше, чем многие из нас думали. Мы предполагали, что он продержится еще немного, чтобы посмотреть, какие будут изменения. Он был весьма невосприимчив к претензиям от своего кабинета. Но то, что произошло, в этом нет ничего необычного. В истории есть несколько премьеров, которые уходили после того, как пережили голосование по вотому недоверия. Что же касается следующего премьер-министра и, соответственно, лидера партии ТОРИ, то его имя мы узнаем только 5 сентября. Вероника Боярова, Хабар, 24. Продолжаем выпуск и вернемся в Казахстан. Жители пригорода Ак-Тубе каждый день рискуют жизнью. Единственная дорога, связывающая их с центром поселка, где находятся все жизненно важные объекты, проходит через железнодорожный путь. При этом на станции нет специальных переходов и надземных конструкций. Кроме того, неделями на путях стоят грузовые поезда. Ислу Махмутова расскажет подробнее. Местная жительница Анастасия Артыхпаева еще с детства помнит, как бегала через пути. Много лет это единственная дорога с окраин поселка, в детсад, школу, больницу, магазины, аптеку и до ближайшей автобусной остановки. Говорит, в юном возрасте опасность не ощущалась. Сейчас же женщина в постоянном страхе уже за своих детей. На станции Курайли периодически простаивают целые грузовые составы. Поэтому, чтобы добраться на другую сторону, приходится пролезать под вагонами. У нас здесь даже элементарно продуктового магазина нет. У нас все на той стороне, здесь просто дома. Только что вот слазюсь с такси и вот думаю, хоть бы, господи, забрали этот уже поезд, чтобы мне не пришлось пролазить. Четыре недели точно, наверное, стояла. Здесь расстраиваются, все, земли дают там, да, строят. Неужели нельзя эту проблему устранить как-то? Раньше у нас поезда, их расцепки делали. Мы могли хоть каких-то детей в школу, в садик с колясками, с велосипедом, могли хоть в магазин как-то поехать. А сейчас вообще они поезда не расцепляют. Нам приходится с детьми в чистых новых куртках провозить под путями, под вот этими вагонами. Напрямую здесь ходить теперь запрещено официально. Людям предлагают безопасный проход. В обход на несколько километров через соседние населенные пункты. Проход через ЖДБУТИ запрещен здесь. Если куда-то, если бы другие бренды не было, сам бы сказал. По крайней дизе, если бы это не было, то бы не было. Железная дорога является зоной повышенной опасности. И любое нахождение даже железных дорог по сторонам лиц чревато серьезными последствиями. То есть гибелью людей или сходом поездов. Действительно, по этой станции имеются проблемы. По данному факту направлено представление. В течение месяца должны устранить указанные засадки. В случае не устранения условий причин, способствующих правонарушениям, будут они привлечены к административной ответственности. Сделать временную переправу тоже невозможно, говорят железнодорожники. Расцепка вагонов также не допускается по правилам. Эти вагоны стоят по производственным необходимостям. Этот процесс мы остановить не можем. И расцеплять нельзя. Их на стилы поставить тоже не можем. В связи с тем, что я создаю уже предпосылки к наезду. Потому что люди будут думать, что это специальный пешеходный переход. Но на железной дороге нет понятия пешеходный переход. Единственный выход – это строительство пешеходного моста. Но у нас даже для этого средства не предусмотрено. Это входит в компетенцию местных исполнительных органов. Жители несколько лет просят установить надземный пешеходный переход. Акимат не отказывает. Но когда его будут возводить, неизвестно. Станция Курали только будет включена в список участков, требующих строительства моста. Мы в текущем году планируем начать разработку проекта на смертной документации. До конца текущего года, либо в начале следующего года получим положительное заключение. Уже будем сразу планировать на строительство. По информации линейного отдела полиции, с начала года при переходе ЖД путей в неустановленных местах скончались трое октябинцев. Кроме того, специалистами зарегистрировано 34 факта экстренного торможения поездов. В 14 случаях из-за нахождения на рельсах посторонних лиц. В общей сложности к административной ответственности привлечено 700 человек. Айсул Махмутова, Булат Молдагалиев, Актубе, Хабар, 24. Жители моногорода Жанатас в Жамбулской области жалуются на бездорожье. Говорят, во время дождей и снега буквально утопают в грязи. По улицам, на которых никогда не было асфальта, невозможно передвигаться. Подробнее в материале нашего корреспондента. Лето для жителей частного сектора Жанатаса, пожалуй, самое любимое время года. А все потому, что в это время нет дождей, говорят горожане. Их больше всего опасаются люди. Ведь малейшие осадки и неасфальтированные дороги превращаются в грязь. На бездорожье жалуются жители пяти улиц. Обещали мне в январе. Я лично сама обратилась. На базаре, к городскому и районному. Они по базару ходят. Вот так проверяют. Я говорю, что вы по базару ходите? По улицам. Таксисты не заезжают, да деньги берут. Говорят, сколько хочешь, купайся. Вон одни ямы. Там после дождей по колено грязи. Многочисленные ямы и выбоины доставляют большие неудобства и водителям. Приходится чаще посещать СТО. Возмущаются автовладельцы. Мало того, во время осадков здесь не пройти. Так еще на этих узких улицах путь преграждают канализационные водопроводные колодцы, которые, по мнению жителей, расположены совершенно неправильно. Одни колодцы выше, а у других там покрытия нету, там открытыми лежат. Когда вот снег тает, все в лужах, в грязи. Детям все ходить труднее. Даже вот иногда скорые тоже в зимнее время не могут подъезжать к нашим домам. Как должен пойдет, вообще невозможно с дома выходить. А вот канализация, которую вот видите там, сам сделал, закрыл, чтобы мусор не попал. Вот улица наша такая. Дороги в очень плохом состоянии. Здесь дорог нету, как бы сказать, это не дороги. Часто на СТО заезжаем, радуем источников, клиенты постоянно. Но асфальтировать улицы местные власти пока не собираются. Чиновники говорят, что все работы по ремонту дорог, так же, как и по установке уличного освещения, приостановили до газификации женатаса. Проводить голубое топливо в моногород планируют в следующем году. А только после этого возьмутся за ремонт дорог. Неасфальтированные улицы обещают засыпать щебнем. Сделали проектно-сметную документацию на 3,2 миллиона тенге. Будем стелить щебень. У нас есть бывший дачный массив, строитель. Там пять улиц. Потом вот эти улицы, где вы были, Клочково, Панфилово, Байсеитово, на верху Тахсатпаева. Потом улицы Куксу. Такие большие-большие выбоины мы будем в этом году, тоже по мере выделения средств, мы в бюджетную заявку подали, будем подсыпать щебенью, выравнивать. Всего в Жанатасе 76 улиц. Из них 36 не асфальтированы. Анастасия Сулейманова, Бахаджамбапаев, Жамбылская область, Хабар, 24. Расход бюджетных денег в Алматы намерены контролировать депутаты-можилиса от партии Аманат, вплоть до Теина. Об этом они заявили в ходе визита в мегаполис. Из казны в первую очередь нужны средства на строительство газовых АЗС. Их всего шесть, а автобусов закупили 300. К концу года начнут строить еще один водозабор, уже на реке Ахсай. На это выделяют свыше 17,5 миллиардов тенге. Проследят мажилисмены из-за реконструкции коллекторов. Их в городе 16, но работают только 4. Поэтому улицы мегаполиса буквально заливают дождевой и талой водой. Этот наболевший вопрос решится в текущем году, обещали власти. На фоне сложного рельефа Алматы во время обильных осадков наблюдается подтопление. В ходе обследования выявлены 102 участка постоянного подтопления в Алматы. До конца текущего года будут ликвидированы 56 участков подтопления и восстановлены 12 коллекторов, модернизированные 75 километров оречных сетей. В качестве системной меры ливневая канализация будет передана единому оператору ТОО «ЭКО Алматы». Предприниматели в селах активно пользуются программами поддержки дочерней организации нацхолдинга «Байтерек» аграрной кредитной корпорации. С начала года свыше 7 тысяч сельхозтоваропроизводителей за счет льготных кредитов смогли создать и расширить бизнес. Всего в этом году на АПК планируют направить 330 миллиардов тенге. В Акмолинской области устроили смотр самой современной сельскохозяйственной техники. Так фермеры здесь отмечают ставший уже традиционным день поля. Посмотреть действительно было на что. Более 500 комбайнов, тракторов и прочих машин представили ведущие мировые и отечественные производители. Приглянувшуюся модель можно было приобрести, в том числе и оформив кредит. Благодаря доступным и удешевленным займам от дочерней организации нацхолдинга «Байтерек» аграрной кредитной корпорации, сделать это сельхозтоваропроизводителям стало намного проще. Помимо закупки сельхозтехники, через АПК активно финансируют и проведение весенне полевых работ. Теперь, допустим, если крестьянин получил весной этот кредит, соответственно, у него есть возможность этот кредит вернуть уже не 1 декабря, а, допустим, до 1 марта. Всего за помощью проведения весенне полевых работ в дочернюю организацию нацхолдинга «Байтерек» уже обратилась в порядка 3,5 тысяч фермеров, а работы были проведены на свыше 3,5 миллиона гектаров. В основном у нас объем финансирования больше, в этом году профинансировали на весенне полевые уборщины работы, так как Акмолинский район считается, регион считается пассивным районом. Также берут на технику. Национальный холдинг «Байтерек» не первый год кредитует проекты в сфере сельского хозяйства, так как в первом полугодии дочерняя организация холдинга направила 182,5 миллиарда тенге на поддержку порядка 7 тысяч фермеров. Казахстан готов делиться опытом работы в сфере гендерного равенства. Об этом заявила заместитель руководителя администрации президента Аида Палаева, выступая на форуме, посвященном 30-летию отношений КНР и Центральной Азии. Он проходил в одном из крупных туристических и финансовых центров Китая в городе Далянь в онлайн-формате. В его работе приняли участие больше 200 делегатов, говорили о необходимости создания благоприятных условий для всестороннего развития женщин. Для нас чрезвычайно важно делиться своим опытом работы в сфере гендерного равенства с дружественными странами, оказывать помощь и участвовать в совместных гуманитарных миссиях. В региональном масштабе Казахстан инициировал совместную программу с Евросоюзом по обучению афганских женщин в университетах Казахстана и Узбекистана. И в завершение выпуска. Наследники, игра в кальмара, очень странные дела. В Лос-Анджелесе объявили номинантов международной телевизионной премии ЭМИ. Трансляцию церемонии ввели на YouTube-канале Академии. За ней следили наши корреспонденты. Главная телевизионная премия ЭМИ в этом году пройдет в 74-й раз. Претендентов на статуэтку будут выбирать около 23 тысяч членов телеакадемии. Среди фаворитов номинации «Драматический сериал» – «Очень странные дела» и «Наследники». Последний вынвинут сразу в 25 категориях. В свою очередь, хит Netflix «Игра в кальмара» стал первым неанглоязычным сериалом, представленным в номинации премии. Сейчас почти 2 часа ночи. Я просто счастлив. Все члены съемочной группы и актеры были номинированы на ЭМИ. И среди всех номинирован Пак Хэ Су в категории актера второго плана. И это особенно приятно для меня. Я был в изнурительном процессе написания сценария для второго сезона. 14 номинаций усиливают давление второго сезона. Но по мере того, как возрастает давление, я бы сказал, что моя мотивация также возросла. Потому что я хочу работать для моих фанатов по всему миру. Среди претендентов на номинацию лучший комедийный сериал – начальная школа Эбботт, Барри и Тед Лассо. Последний получил всеобщее признание критиков, в частности за актерскую игру и сценарий. Предыдущие сезоны сериала завоевали множество наград, как и сами актеры – Джейсон Судейкис и Хана Уэддингем. Комедия стала самой номинированной в истории премии. Многие из нас были немного ошеломлены тем же количеством номинаций, что и в прошлом году. Мы ожидали, что их будет меньше. Конечно, Тахип Джима, Сара Найлз, дама Гарриет Уолтер должны быть признаны. В этом году номинировали очень много прекрасных и талантливых людей. В числе тех, кто вошел в номинацию лучшей актрисы – Рис Уизерспун, Джоди Комер из НДА. 25-летняя актриса добилась невероятных достижений в кино и стала самым молодым двукратным номинантом в истории конкурса. Напомню награждение – главной телевизионной премии США пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. А кто станет победителем в этот раз, мы узнаем уже совсем скоро. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго.